Всем привет, вы находитесь на канале Компьютерная Радость и сегодня я вам хочу показать как легко и просто установить на свой телефон мобильное приложение Яндекс Дзен. Итак переходим на телефон. Перешли мы на телефон и теперь нам необходимо зайти в плей маркет. Вот этот вот значок необходимо нажать. Открылось у нас вот такое окно и сразу вверху у нас есть поисковик. Нажимаем сюда, у нас открывается вот такая клавиатура и теперь нам необходимо набрать Яндекс Дзен. Я уже набирал, поэтому у меня светится, но ради вас я наберу еще раз. Набираем Яндекс Дзен и теперь необходимо нажать поиск и у нас сразу появилась эта программа. Теперь необходимо нажать вот эту синюю кнопку установить. Нажимаем на нее и у нас происходит установка этой программы на ваш телефон. Необходимо дождаться, когда загрузится эта программа. Вот у нас программа загрузилась и теперь происходит ее установка на ваш телефон. После этого у нас появляется вот такое окно. Версия такая то написано, проверка безопасности. Теперь у нас появилась надпись такая, подробности. Если хотите можете нажать и прочитать об этой программе все что о ней есть. Кстати вот здесь есть галочка автозапуск, не включайте ее. Давайте теперь вернемся в главное меню телефона и найдем значок Дзен. Вот значок Яндекс Дзен, вот так вот он выглядит. Теперь необходимо на него нажать, чтобы открылось это приложение. Вот мы открыли и сразу оказались в ленте Яндекс Дзен. Как видите внизу отображается красным значком лента. Можете опуститься вниз и посмотреть что здесь есть. Нам же необходимо зайти в профиль и зарегистрироваться. Теперь необходимо нажать войти в Дзен. Если у вас уже есть аккаунт в Яндексе, то просто выбираем свой профиль. Если нет, то нажимаем добавить аккаунт и проходим регистрацию. Делается там все легко и просто. Я показывал как регистрироваться в Яндексе на компьютере. И теперь обратите внимание, самое главное у меня не полная версия Яндекс Дзен. Здесь внизу должно гореть плюсик, видео и подписки. Этого у меня нет. Как видите я нажимаю на мой канал и он не открывается. Давайте нажмем допустим интересные вам источники и как видите у меня сразу же все открылось, но мой канал не открывается. Нам надо сделать следующее действие. Нам необходимо зайти в страна и язык материалов и там выбрать страну Россию и язык чтоб стоял русский. После того как мы выбрали страну Россия, а язык русский, у нас сразу же произойдет перезагрузка приложения и у нас появится внизу плюсик, видео и подписки. Вот у нас происходит перезагрузка приложения и теперь у нас открылась лента, но уже внизу как видите есть плюсик, видео и подписки. И теперь приложение работает в полной версии. Давайте перейдем теперь в профиль. Вот так вот он теперь выглядит абсолютно по другому. То есть здесь есть настройка профиля, история уведомления. Давайте сейчас зайдем и посмотрим допустим комментарии. Вот здесь нажимаем на уведомления и заходим. И у нас открываются комментарии, пожалуйста можно здесь отвечать, очень удобно. Как видите вверху расположены три точки. Если их нажать у нас появляются настройки. Открывается вот такое окно и здесь можно уже работать с комментариями. Так теперь давайте зайдем в настройки профиля и посмотрим что у нас там. Внизу у нас здесь ничего нет, заходим в настройки профиля и откроется у нас вот такое окно, здесь можете написать рассказать о себе и как видите стоят две галочки еще. Мои интересы видны всем и мои подписчики, видны всем. Я их уберу, мне это не надо, чтобы видели люди мои интересы и подписки. И естественно обязательно нажимаем сохранить изменения. Изменения у нас сохранены и теперь давайте вернемся в ленту. Теперь у нас внизу есть такой значок видео, давайте на него нажмем и посмотрим что там есть интересного. Открывается у нас вот такое окно и здесь уже можно выбрать то видео, которое вы хотите посмотреть. Давайте теперь нажмем подписки и как видите у меня здесь мой канал радости частного дома и значок горит плюсик, добавить канал. Нажимаем сюда, у нас открылась вот такая панель, здесь можно выбрать по тематике, а также можно вверху набрать свой знакомый допустим канал и подписаться на него. Вот допустим я набираю вкусные секреты, нажимаю поиск и у нас открылось вот такое окно. Все статьи, видео, каналы, интересы и здесь можно уже его найти и добавить к себе в подписки. Давайте теперь вернемся в ленту и нажмем наконец-то на вот этот вот плюсик, который у нас находится посередине внизу. У нас открывается вот такая панель, написано здесь статья, галерея и видео, то есть здесь можно загрузать свои материалы, а также перейти в кабинет. Давайте сюда нажмем и посмотрим как он у нас выглядит. У нас происходит загрузка и просто-напросто открывается мой Яндекс Дзен. И здесь можно уже работать как говорится в своем кабинете, просматривать видео, статьи и так далее. Вот я вас и познакомил с приложением на телефоне Яндекс Дзен. Как видели все делается легко и просто, очень удобно, всегда под рукой есть телефон. И что самое главное, при подключении монетизации без этого приложения, вы не сможете ее подключить. Надеюсь видео вам пригодится. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока, пока.